Дистанционное мошенничество набирает обороты. Злоумышленники придумывают новые сценарии кражи денег, а люди, несмотря на предупреждения, по-прежнему попадают на их удочку. Как не стать жертвой киберпреступников и что делать, если излишняя доверчивость все-таки взяла верх? Ответы на эти вопросы в следующем сюжете. За 2021 год на территории обслуживания Люберецкой полиции зафиксировано 400 дистанционных преступлений. Чаще всего жертвами IT-мошенников становятся пожилые люди. Но бывают случаи, когда на уловки телефонных аферистов попадают и молодые. Я пошла домой, нашла все деньги, которые были в доме. И они позвонили, сказали, что там-то, там-то будет машина ждать. Передать курьеру надо деньги сегодня уже. Увидела машину, подошла и передала вместе с курьером деньги. Это один из популярных сегодня способов мошенничества. Преступник звонит жертве, сообщает, что его родственник попал в ДТП и просит передать деньги через курьерскую доставку. У истории Александры Масовской оказался счастливый конец. Злоумышленника вычислили сотрудники полиции. По горячим следам с помощью камеры видеонаблюдения была установлена машина. И также водитель данной машины, который в дальнейшем рассказал про лицо, которое попросило его привезти деньги от адреса и до конечной точки. Сотрудники полиции проследовали на адрес и задержали. Деньги все с собой были возвращены в полном объеме. Следовать примеру жительницы Люберец и немедленно обращаться в полицию очень важно. По каждому заявлению от жертв дистанционного мошенничества возбуждают уголовное дело. А это значит, что рано или поздно злоумышленники понесут наказание. Снимаются с его телефона все переписки, все телефоны, посылаются в банк запросы. То есть сейчас и банки заинтересованы в службе безопасности. Все это сразу анализируется, все забивается в определенную базу, все это скапливается. И по этим все равно когда-то не попадаются. Сотрудники полиции не только раскрывают дистанционные преступления, но и проводят профилактическую работу с населением. В частности, раздают листовки с напоминанием о правилах финансовой безопасности.